Ребята, привет! Я тут в журнале Тайм прочитала интересный факт, что у современного человека устойчивость внимания даже меньше, чем у золотой рыбки. У нее это примерно 9 секунд, у нас 8. И сегодня предлагаю потренироваться в удержании внимания, потому что, скорее всего, видео получится более разговорным и менее визуальным, чем обычно. Но хочу с вами порассуждать на тему, о которой невольно задумываюсь, находясь на ютубе. И это вопрос, как не поддаваться чужому мнению, зная, что биологически это невозможно. Мы слышим мотивацию «Будь собой». Честно говоря, она вызывает у меня вопросы, и как-то на фейсбуке я наткнулась на такую фразу «Общество. Будь собой». Нет, не так. Мне кажется, в этом правда жизни, потому что хорошо быть собой, если ты умный, красивый и так далее. Но что, если наоборот? И даже в своей ситуации я понимаю, что вы тоже смотрите меня по определенным параметрам. То есть, если, например, завтра я начну говорить многословно первое, что придет мне в голову, думаю, этот интерес быстро угаснет. И когда кто-то говорит, что ему плевать на чужое мнение, это иногда даже неосознанно, но не совсем честно. Потому что, как бы мы ни пытались это отрицать, факт остается фактом. Человек – это социальное животное. И каждый из нас находится под влиянием группы. Другой вопрос – какой? То есть, мне может быть все равно, что обо мне думает мое окружение, если это окружение не является моей референтной группой. То есть, группой, на которую я ориентируюсь. Но все равно есть какая-то группа, которая является для меня стандартом, чье мнение мне важно. И эта группа будет на меня влиять, даже если сама себе я в этом не признаюсь. Я сейчас читаю новую книгу Роберта Грина. Многие вспомнят его по книге «48. Закона власти». И вот совсем недавно у него вышла новая книга «Законы человеческой природы». Я вообще люблю такие большие, фундаментальные книги о человеке. Так что сейчас ее смакую. И как раз читаю главу про влияние группы. И Грин пишет, что проблема не в том, что мы находимся под влиянием группы, а в том, что мы это отрицаем. И поэтому первый шаг к тому, чтобы дистанцироваться от мнения группы, это признать, что мы находимся под ее влиянием. Вопрос, что делать дальше. А дальше необходимо критическое мышление. Когда кто-то что-то сказал, стоит задать себе несколько критических вопросов. Первый, кто это сказал. Это человек, который меня хорошо знает или незнакомый мне человек. Важно, разделяю ли я ценности этого человека. Потому что если я их не разделяю, то зачем тогда мне ориентироваться на его мнение. И здесь бы я выделила особую группу. Это так называемая безопасная основа. Это термин из теории привязанности. И безопасная основа это люди, которые тебя любят, которые искренне, это очень важно, хотят для тебя лучшего. И при этом скажут даже неприятную правду, когда это необходимо. Потому что не всегда то, что мы хотим, это то, что нам нужно. Второй вопрос критического мышления. Что было сказано? Это факт или мнение? Предоставил ли человек все факты или намеренно, или неосознанно что-то упустил? Где он это сказал? Лично, публично, за спиной, в комментариях того же Ютьюба. Нужно понимать, что в соцсетях действует эффект анонимности. И люди часто позволяют себе сказать то, что при личной встрече им бы даже в голову не пришло. Когда человек это сказал? До, после, во время какой-то ситуации или события. Зачем он это сказал? Хочет ли он просто выразить свое мнение, или помочь тебе, или наоборот задеть, или показаться лучше, чем он есть на самом деле? И как он это сказал? По-доброму или озлоблены? Нейтральными или эмоционально заряженными словами? И когда проводишь вот такой мини-анализ, то многие чужие негативные мнения теряют силу. Я бы еще добавила важность миссии. Понимаю, что об этом много говорят, в том числе я, и, наверное, это уже стало банальностью. Но мне это действительно помогает. Потому что понимание, ради чего ты что-то делаешь, дает направление и структуру. Нужно понимать, что нас задевает то, в чем мы сами не уверены. Меня, например, никогда не задевали комментарии типа плохой макияж или грязные волосы. Но поначалу задевало, когда кто-то писал что-то из разряда, ну что вы ерундой занимаетесь, сидите какие-то книжки, читаете. Сейчас задевает меньше, потому что я более уверена в том, что, а главное, зачем я делаю. А как говорил Ницше, тот, кто знает зачем, преодолеет любое как. Вот, ребята, мои соображения по этой теме. Очень интересно почитать, что вы думаете. Пишите и до следующей недели. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok